14-я дивизия подводных лодок Черноморского флота действовала в период с 1967 по 1994 годы. Штаб находился в Балаклаве. Проходил здесь службу и капитан 2-го ранга в отставке Анатолий Иванович Романов. Награждён орденом за службу Родине в Вооружённых силах СССР третьей степени, а также орденом Ленина. На различных подводных лодках прослужил 13 лет. В начале торжественного собрания показали фильм о том, как создавалось и какие задачи выполняла 14-я дивизия подводных лодок все 50 лет. Военно-морского флота Союза СССР. За годы своего существования дивизия стала школой жизни и боевого мастерства для десятков тысяч моряков, матросов, старшин, мичманов, офицеров, многих поколений военнослужащих, которых объединяет великая сила морского братства и гордое имя подводных. Выражаю слова огромной благодарности за то, что военнослужащие 14-й дивизии подводных лодок, вы, ветераны, присутствующие на этом собрании, сидящие во имя царя, на протяжении нескольких десятилетий сохраняли и утверждали статус России как великой морской державы. Присутствующие вспомнили слова Юрия Алексеевича Гагарина, который он сказал после одного пробного погружения в море на подводной лодке. «Легче ещё раз в космос слетать, чем с вами в море выйти. Вы настоящие герои». «Условия, в которых вам приходилось внести боевую службу, они были тяжелее, чем для тех, кто поднимался в космос, потому что от каждого зависело не только выполнение боевой задачи, но и жизнь всех остальных членов экипажа». «Мы помним, что ещё во время русско-японской войны впервые был применён подводный флот. Он был создан по указу Николая II. Это тоже помним нашего императора. Поэтому подводный флот насчитывает очень серьёзную историю». В честь знаменательной даты представители руководства города вручили ветеранам-подводникам поздравительные грамоты и благодарности. Евгения Приплеснина, Дмитрий Еремеев. Информационный канал Севастополя.